друзья здравствуйте и у нас сегодня снова анти-шоу и гостях у меня один из лучших украинских политтехнологов андрей золотарев андрей приветствую вас здравствуйте руслан андрей не знаю не помню третий сектор вы возглавляете еще организацию да и литийский почему сначала к вида потом войны собственно какая-либо серьезная аналитическая работа в этих условиях стала невозможной но и тем более содержание штата это требует определенных организационных расходов ответственности перед людьми поэтому в этих условиях увы все когда-то заканчивается это означает что что-то новое начнется но я хочу чтобы свою с вами сегодня поговорили не как политология поговорили как политтехнологи поговорили об инструментах о приемах о целях сторон именно реальных целях не декларируемых там целях виртуальных и реальных о том что они реально делают на земле скажите андрей как вы думаете сейчас команда президента украины сам президент они руководствуются своей работе логикой уже электоральный силу того что правительство поменяли религиозный закон приняли то есть много внутренних действий символических внутренних действий или все же они до сих пор пока руководствуются логикой политической то есть логикой достижения своих целей невзирая на мнение общества невзирая на менее электората какому какой фазе от политического процесса мы находимся его ключевая ключевая задача удержаться у власти и вы прекрасно понимают что случись что предъявят за все все что как говорится в чем виноваты в чем не виноваты и ну хотя бы фактор того что опросы по-прежнему заказывают другое дело что это за опросы и какова им цена и какова их достоверность ну неважно видимо как говорится кто социолога уплатит тот его и танцует наших условиях тем не менее факт остается фактом ну что пожалуй на три четверти это прежде всего логика удержания власти и где-то лишь на одну четверть это электоральная понятно другое потому что если год назад электоральные шансы у лагеря александровича и слуг народа были более не менее в удовлетворительном состоянии то сейчас они стремительно падают еще если у президента более не менее то случись выборы смогу слуги народа окажутся вот в коридоре рейтинга скажем партии власти помните как единая украина ндп 8 процентов до 8 10 процентов это вот сегодня то то что реально могут получить слуги народа не более как бы там ни было не не стоит сбрасывать со счетов то что есть определенные материальный информационный организационный ресурс у любой партии власти но как только эта партия перестает быть партией власти она исчезает как роса на солнце это слуга народа не будет исключением пока да пока владимир александрович сохраняет лидерство но это лидерство огорчает факт того что заметно вырос антирейтинг президент негатив и это собственно даже вот те 20 хвостиком процентов которые сегодня есть у владимир александровича его электорального рейтинга до первое место но а дальше в любом случае при проведении президентских выборов дальше будет по принципу грунтом и батька бы ты легче то есть тот негатив который в свое время утопил порошенко вот ну то тоже картину наблюдаю сегодня в зеленском в таких условиях может ли владимир александрович выиграть второй тур президентских выборов но имея уже нынешние анти рейтинги или только в первой в конкурентных выборах если это будут выборы они и эмуляция выиграть не может другое дело то что для меня является абсолютно таким лидерическим вопросом а как проводить выборы поскольку по действующему избирательному кодексу их не проведешь я никто не палится таким такой проблемой как озадачиться временным на 1 на 1 избирательный цикл законом о выборах президента верховной рады поскольку ну какие реестры избирателей например при 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 таком колоссальном переселении народа допустим если возьмем не чужой мне город днепр туда приехал 200 тысяч беженцев переселенцев или временно перемещенных лиц такой нынешний наш новояз эвфемизм слова беженцы но 200 тысяч это много это по сути это все совершеннолетние люди это потенциальные избиратели ну не прибыло порядка 600 тысяч избирателей это представьте как это повлияет на будет ли у этих людей голос дадут ли им возможность изъявить свое мнение и позиции это является открытым вопросом у меня больше очень большие опасения о том что первые выборы которые мы получим после того как замокнут пушки это тоже еще неопределенность за туманом войны скрывается я бы что это будет эмуляция это не будут конкурентные честные свободные демократические выбор вот собственно какие у меня как долго можно вообще не проводить выборы в украине как с вашей точки зрения как как долго общество будет готова жить без выборов принципе же к выборам украинцы очень привыкшие а уже четыре года выборов нет считая местные 20 то есть четыре года украине не проводятся выборы это наверное самый длинный период без выборов один из самых длинных за историю независимости безусловно другое дело то что его общая как запрещенного ныне классик а народ что народ молчит пока сожалению витальные проблемы проблемы безопасности отодвигают на второй план вопрос выбора и ну в этой ситуации по крайней мере пока идет война перечни актуальных проблем волнующих людей проблем вопрос выборов не является приоритетным это уж точно а что будет после выборов возможно действительно с учетом того как какие умонастроения сейчас в массах а на настроение скажем близких депрессивно любой психолог скажет очень часто состояние депрессии находит выход в агрессии и здесь как говорится самым экологичным способом стравить пар социального напряжения будет проведение выборов и если этого возможно не хотят на банковой партнеры настоятельно потребует того чтобы все-таки политез при каких еще условиях власть может захотеть выборов даже настаивать на проведении выборов и будет их организовывать но кроме того кроме какого-то критического накопления внутреннего давления которые приходят придется стравливать ну предположим такая схема наконец ситуация доходит до там прекращения но в любом случае пока ничего на горизонте ничего кроме похабного мира не вырисовывается похабный мир это моментально если не как говорится не тотальный но очень мощный взрыв и социальный политический взрыв и как раз то то пассионарное меньшинство с которым так заигрывала нынешняя власть может оказаться с этим пассионарным меньшинством лицом к лицу и шалости под офисом президента еще до войны мы помним которые как говорят злые языки напугали обитателей банков и могут показаться просто детскими шалостями и в этой ситуации естественно если дело перейдет к протестам наверняка наверняка выборы это будет лучший способ и кажется не из кажется наименее худший то есть понятно для власти это из злого но выбирают наименьшее зло в таком случае выборы и будут тем самым наименьшим злом сценарий того что если зимой не дай бог что-то случится у нас с энергосистемой и люди начнут выходить на улицы но скорее это будут локальные выступления локальные бунты как мы видели в одессе в каменском когда люди выходили перекрывали дорогу но дальше дальше приезжали энергетики полиция как-то людей успокаивали ну хватало уманили клиентами кремля и тому подобными ярлыками которые сейчас очень в ходу и как говорится гасить но я не думаю что какие-то проблемы с энергетикой с падением уровня жизни могут сподвигнуть людей на социальные выступления вести некому в этой ситуации нет лидеров к сожалению та оппозиция которая отоборилась кто там в москве кто в вене но помните фильм когда троцкий обращался к меньшевикам и большевикам и о том что вы импотенты но по большому счету с ним трудно было поспорить оказавшаяся в иммиграции оппозиция политические противники режима они мало на что могут повлиять достаточно посмотреть на что то жалкое зрелище которое является бой российская позиция андрей а а выборы о падении демократического белого дома и победа трампа может повлиять на скорость электоральных процессов украине и на их необходимость или необходимость могут могут естественно как ускорить так и притормозить тут существует инвариантные события еще мы не до конца не понимаем кто за случай допустим победы трампа которая не является у нас убеждают том что впереди хоррис на белом коне я не согласен это немножечко не так это едет фургон с оркестром говорится гремя всеми возможными инструментами но тем не менее шансы трампа не нулевые мы прекрасно помним то что социологи рисовали не менее убедительную картину преимущества и хиллари клинтон в 2016 году три волны дебатов выиграла клинтон но тем не менее не победил ну это боец прежде всего поэтому трампа списывать рано но вот если он победит надо хотя бы увидеть понимать с какой командой он зайдет белый дом но судя по тому что у него кандидат вице-президента еще больший трампист нежели сам трамп это обещает украинскому политику веселое полное приключение жизни американские горки только с осложнениями скажем так наверное да но вы сказали в одном из своих последних эфиров что дебаты трампа и харрис закончились ничьей в пользу харрис как вы думаете кто выгоднее для украины трамп или харрис знаете в любом случае нынешний понятно что для нынешней власти ей представляется более выгодный харрис она уже как говорится сложила все яйца в ее корзину повторяя ошибки попередников ну слава богу министр внутренних дел как его предшественник не пишет трамп маргинал и так далее но тем не менее симпатии к харрис заметно ну считают что харрис будет вести собственно ту же политику который вел байден у меня большие сомнения опять же кто будет в команде для харриса судя по его вот этому пространному интервью украина это факультатив а тем более что поскольку в команде в команде госдепартамента работают такие люди как курт кэмпбелл считающий что соединенные штаты должны куда больше внимания уделять тихоокеанскому региону но не исключено том что эти надежды насчет на на харрис могут оказаться весьма эфемерными и призрачными все может получиться наоборот равно как и с трампом ведь в 2016 году многие считали том что и поставки летального оружия в украину который де-факто существовавший оружейный эмбарго в отношении украины на поставки летального оружия нарушен и не раздумывая в мупил по дал команду на уничтожение колонны вагнеровцев которые не туда полезли там на границе сирии и рака не те нефтяные месторождения поэтому там способен удивлять но мне кажется что для украины все таки лучше травм как бы там ни было но по крайней мере обратите внимание на дебатах о чем мы говорим по сути я говорил о том что ее больше беспокоит безопасность границ нато а украина пусть сдерживает пусть как говорится пусть как говорится дальше на медленном огне вот но никто же не ну и хайпис не сказал что мы готовы сделать все чтобы победила украина это значит ну как минимум продолжение ужаса без конца всем случае трамп по крайней мере может если его простые методы решения сложных проблем споткнуться на как говорится он увидит том что кремль не собирается с ним считаться что кремль по-прежнему на кураже он может и удивить и об этом по сути об этом говорил венс венс подстраховал подстраховал там по пони в том что трамп все таки по моему мнению выступил снобее намного снобее чем мог хуже подготовился вот харрис она удивила но я ждали худшего тем более что за ней закрепилась такая репутация чека экспертов вот и венс он попытался более скажем так пояснить что подразумевает то есть если путин не прислушивается то есть речь может идти о более массированной поддержки украины что явно как говорится не вписывается в ту картину мира которую нам рисует о том что там там сойдет украину за 24 часа но в любом случае и харрис и трамп это той или иной мере это будет уход от той политики которую проводил байден это надо понимать иллюзии но до сих пор многие верят в розовых пони и в отношении харрис харрис очень сложный человек она да действительно выглядит блестяще с них хорошо работает команда политтехнолог демократов то есть они успешно ведут ее избирательную кампанию замладели инициативой и как говорится до сих пор по моему мнению переигрывают республиканцев но 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 она очень сложный человек человек от которого сбежала вся его патронажная команда которая работала с вице-президентом начиная директора по коммуникациям пресс-секретаря и там заканчивая клетками то есть не смогли с ней работать ну как это будет выглядеть когда она станет президентом соединенных штатов америки не было бы очень интересно еще более сложный наверное баланс элит за спиной у камалы конгломерат разных групп демократами транснационалов которым сейчас даже сами демократы не могут разобраться кто же будет влиять кто кто будет такие назначения какие направления ну хотя бы история с этим геноцидным джо как его прозвали ну про палестинские настроенные представители команды демократов и поскольку по этой причине он был скажем снят с пробега поскольку как раз теневые течения не позволили ему зафиксироваться в должности кандидата в вице-президенты поэтому у харрис все выглядит очень неоднозначно и сложно у трампа туманно предельно туманно но у харрис там сложнейшее приобретение интересов но дело в другом когда мы говорим о вот этих дебатах я считаю что те дебаты где должен был выигрывать там должен был сделать все чтобы их выиграть чтобы это было убедительно почему потому чтобы поломать вот этот неблагоприятный для него тренд избирательной кампании ведь очень часто и в америке и у нас есть такое понятие электролюбители ну скажем независим симпатичен или не симпатичен мне кандидат но если я считаю что он проигрывает лузер то есть у него нет шансов я буду голосовать за другого независим и это допустим вот например классический пример это гриценко межвыборный период довольно оптимистические рейтинги парламентские скажем так постоянные да но когда доходит дело до выборов он становится не про первым не проходным да он мне симпатичен да ну хорошо толковый мужик но пожалуй голосовать буду за дрова у него шансов нет это то что люди говорили на фокус-группах несколько лет тому назад когда украине еще были возможны нормальные если трамп не станет президентом сша на фоне уже сформировавшегося вокруг него нимба в отношении того что против него борется и борется таким и нечестным путем как он сказал на дебатах я за это пулю в голову поймал то не приведет ли это к серьезным внутренним последствиям непосредственно для сша насколько сегодня американское общество расколото и не превратится это политическая конкуренция политический раскол что-то более опасное для самого государства для единства этого общества эти американская киноиндустрия она очень часто перед предвосхищает да да и в том числе и трагические события и вот фильм который не так давно вызвало немало резонам гражданская война он рискует быть таким пророчески 20 20 процентов американцев я смотрел социологию до взрослого населения готовы протестовать сейчас это один из рекордных показателей за всю историю сша начиная с периода борьбы за права афроамериканцев это очень и если вспомнить события десятилетней давности когда у нас было четыре процента готовых с оружием руках выступать против власти а представители партии регионов это все фигня это ну у нас все в руках задавил это это катастрофически высокая отметка прислушиваться к этому не хотели что дело пахнет жареном но через несколько месяцев случилось то что случилось что мы хорошо помним по нашей истории вот и в соединенных штатах было бы интересно сколько вот из этих 20 процентов готовых протестовать готовы взять руки оружие потому что ну в таких штатах как техас есть так правые милиции то есть люди которые там собираются у них такой вопрос не нет необходимости ставить каждый и так вооружен да там на больше стволов чем граждан и это до риск того что может полыхнуть очень высокий то есть гремучая смесь она есть трое дело найдется ли детонатор подождет ли кто-то этот детонатор это вопрос другой ведь она может не сдетонировать но риск очень высокий он был уже в двадцатом году тогда все закончилось вот этим шоу вокруг капитолия но в этот раз все может быть может быть хардкор вы сказали что россия москва находится на кураже в чем вот причины этого какие основания есть для этого куража в москве и почему и до сих пор российское общество даже несмотря на то что украинские войска находятся на территории россии в россии 200 тысяч беженцев с курского региона и приграничных территорий почему российское минимуме общество и российское общественное мнение остается относительно стабильным да есть колебания но мы не можем назвать их какими-то вот критическими даже существенными в чем причина для того куража и этой внутренней такой стабильности внутри россии политическое поле стерилизовано вот таких скажем элементов которые способны портить как говорится погоду помним год назад что сразу после вот этого фейк путча пригожина что случилось пригожиным и что случилось с гиркиным который ну кошмарил минобороны и уже доходил до как говорится до самого мочезарного очень быстро убрали с поля то есть политическое поле стерилизовано информационное поле взято под контроль да правда сейчас на фоне курских событий многие блогеры которые ранее работали в сетке упривожено тоже они как говорится разгоняли зраду но серьезно на общественное мнение это не влияет практические выводы из того что было год назад ситуацию контролирует с другой стороны экономика кенсианский кенсианский подход белоусова который по сути сумел перезагрузить экономику переведя на военные рельсы военно-промышленный комплекс работает 4 процента роста ввп есть ну допустим отличие от той же германии который очень серьезно пострадала от взлета ценные энергоносители достаточно наверно знакомы с докладом марио драги бывшего нового центра банка который бьет в набат что экономические последствия для евросоюза могут оказаться катастрофическими а равно дальше социальные и политические как мы увидели по итогам выбора в саксонии тюринге когда германия по сути возвращается на сто лет назад когда в на востоке германии веймерской республике там били дурдурю морды коммунисты с нацистами на западе там было более не менее более пристойно там социал-демократы консерваторы но не это вернемся с экономикой все в порядке нефтедоллары идут то есть к санкциям приспособились россия десять лет готовилась такому городу событий как мы видим сумели максимально смягчить ну как бы там ни было в отличие от нашего пышного его пышно банкинга который финансирует финансовых спекулянтов набиулина как глава центробанка она хотя нет уже там в россии швыряют камни что она там прозападной и так далее но центробанк профинансировал реальный сектор и результаты мы видим как бы там ни было запас прочности у режима есть пошатнуть этот запас прочности что может поменять эту относительную стабильность только если ты контролистическая операция которая поручена потенциальному приемнику дюмину ну подходят осторожно максимально концентрируя ресурсы им важно показать результат поэтому но явно его фигура может не нравиться другим и собственно вот как правило смута в россии начиналась именно с вот этого извечного вопроса собственно борьбы за власть борьбы за скипетра державу пока путин является той консолидирующей политикум фигуры как бы него и во всяком случае я там россии не предвижу такого порота событий на которые делали ставку и в вашингтоне и лондоне о том что санкции сподвигнут к внутриполитическому кризису который приведет к смене политического курса пока все на то есть есть уверенность силах и они считают что убеждены в том что побеждают и в конце концов что военная сильность умеют продиктовать украине условия капитуляции по большому счету то что заявил путин на коллегии мида вот эти предельные требования знаете это явно как бы стремление к компромиссу какому-то миру я там не обнаружил дальнобойные западные ракеты прилетающие в центральные регионы россии накрывающие всю европейскую часть россии или даже прилетающие в москву могут поколебать эту общественную относительно стабильность ну по крайней мере судя по нашим атакам беспилотников пока если прилетит из там десятка две-три ракеты они режим не свалят до 1 накида на процент мнений армии нет войне такого порода события не предвижу даже если будут нанесены успешные удары по москве и санкт-петербургу другое дело то что вот как в истории с вот этими иранскими ракетами и возможным разрешением на удары дальнобойным но тут же надо различать то что американцы не против того чтобы били по территории россии французским или британским оружием но с американским тянут паузу ну пресновутая любовь к стратегической неопределенности американцев но я думаю ближайшие пару дней у нас уже будет информация относительно окончательного решения но по сути это выход за красной линией заявление путина о том что будут реагировать ну вот это действительно становится тревожно поскольку как 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 будут реагировать что есть еще в наборе инструментарии у россии чем она могла бы удивить или тем более шокировать противника но по крайней мере все конвенциональные средства вооружений на территории украины используются включая даже так называемый ну многие путают солнцеперки говорят о том что это объемного не немножко не так есть объемно детонирующая авиабомба адап 1500 адап 1500 сейчас применяется курской области это сраженное оружие которое по мощности это бомба 1500 правда не 1500 килограмм тротила но порядка в 10 раз превосходит тротил по взрывному эффекту ну представляете если обычная фугасная авиабомба там 500 килограмм радиусе полукилометра люди получают контузии там средние тяжелые то ну что такое такая объемный детонирующая объема но не они исключают того что могут вот эти там допустим пожешиву допустим полетят шахеды сбились курсы как бы нечаянно или конвенциональный допустим под по странам балки могут отработать сувалский коридор я не думаю что как говорил караганов там неплохо бы по берлину но знаете вот учитывая близость караганова к кремлю к этим словам требует ну собственно к его словам надо относиться серьезно поскольку как бы то что пока не может сказать путин говорят такие люди как караганов вернемся чуть-чуть обратно домой концентрация власти сегодня в украине в руках у президента она тоже очень значительно сопоставимо с теми странами которых мы сегодня говорим скажите пожалуйста для чего имея такую концентрацию власти все-таки офис президента пиш пошел на переформатирование и правительство и частично самого офиса для чего нужны были эти кадровые изменения я думаю что президент нового офиса желают опираться на твердое то есть это попытки все-таки усилить команду подготовить ее к тому периоду когда собственно могут столкнуться с очень серьезными проблемами как внешними так и внутри страны то есть это усиление команды прежде всего тут я не вижу многие говорят что это баланс между теми молодыми людьми которые ориентированы на посольство партнеров и как говорится нашими зеленинцами нет баланс был бы если бы сменился примера но судя по всему то что остался шмыгаль думал ненадолго это говорит о том что компромисс баланс который искали на протяжении полугода помните пир значит скорее всего все таки вот этот компромисс он не достигнут а значит во главу у нас остался вопрос усиление оппозиции власти но знаете оппозит для оппозиции это перестановка кровати в борделе понятно другое дело для власть это подает усиление но по большому счету то политика не меняется она остается прежней как подавать это как инструмент снятия социального напряжения как выпуск пара но явно не тянет уже все и забыли что там поменялось кто там пришел на мид кто там пришел на министерство культуры кстати ну ну из офисной команды с точки зрения репутации менеджеров они пользовались уважением как сильные эффективные менеджеры в офисе президента я могу негативно относиться к себе и особенно кажется его там намерение перейти к более жесткой дипломатии я считаю это ничего хорошего не принесет нынешних условиях плюс вот эти ходы с письмами насчет того чтобы не выдавать документы гражданам это тоже многих верну в шок не ожидали но тем не менее в офисе считают что это эффективно соответственно их поставили на такие немаловажные министерства как министерство иностранного дела министерства культуры если по правительству тут можно согласиться о том что это была попытка найти твердое в том мягком который осталось после последнего твердого раньше же тоже было твердыми все те люди были назначены президентом то для чего власть поднимает некоторые вот острые внутренние темы от мобилизации до на повышение налогов и до религиозного закона вот какую роль отыгрывают эти решения которые многие из которых скажем так электорально непопулярны знаете вот это из той серии хотели приготовить обед спалили хат 9 тым пера разделяем вас то есть старая как мир формула но по моему нынешних условиях когда страна нуждается в максимальной консолидации в единстве запускать такого рода нормативы принимать такого рода нормативные акты сегментировать на правильных неправильных но это абсолютно безумная на мой взгляд политика которая может привести к трагическим для страны непоследствия понимаете но то одно дело закон по сути который позволяет объявить у пц вне закона ну как у нас проводятся экспертные комиссии мы все очень тоже хорошо знаю как будут люди которые крещены в пц родственники которые ходят церкви являются верными у пц как они будут относиться к призывам там стремлению власти поставить как можно больше в строй ряды засову да и было многие бойцы на фронте они являются верными у пц но это с одной стороны с другой стороны вот возьму такой простой пример вот из днепра есть такое предприятие утос украинского товарищество слепых знаете руслан на войне примерно треть ранений они так или иначе связаны с травмами глаз потери зрения очень высокий процент учитывая то что у нас война преимущественно артиллерийская вот осколки камни естественно будет очень что делает госпожа третьякова она вместе с оксаной жил нович принимают запускает законопроект 53 44d про внесение змин до деяких законе в украине еще забеспечивать права осип за инвалидность но по сути этот закон который уничтожает вот эту систему предприятий утос на корню то есть как бы там ни было но люди с проблемами зрения они не могут они конкретно способны и они не могут найти себе работу в нормальных условиях а предприятие утос как раз позволяли социализировать таковых и вот отменяются там льготы по ндс у нас зерно трейдеры имеют льготы по ндс а оказывается предприятия слепых не мог вот как будут люди ну я не говорю про то что эти предприятия худо бедно себя обеспечивали улица выходили в ноль денег у государства не просили но теперь их просто как говорится снимают с баланса поэтому к сожалению люди глядя на вот такие вещи но они прекрасно видят как не будет относиться государства и рассказывать о том что никого не забудем обо всех позаботимся они видят вот такие примеры жизни ну кто любой руслан как юрист знает что прежде всего когда ты выписываешь правовую норму ты должен понять как она будет право применения как она будет применяться и каким последствиям она приведет вот реальной жизни если госпожа третякова руководствуется логикой социального дарвинизма выживает сильнейшая всех остальных как говорится сло сильных в рабы слабы в рабы пусть об этом прямо скажет ну тогда они не нужны вот эти патетические слова любви родине и заботе я просить поэтому очень много из того что сегодня делает власть она является как минимум для них при какие по вашему мнению сейчас главные задачи технологического характера стоят перед нашей властью на оси каких вот показателей параметров они попытаются достигнуть то есть отбросить всю эту пустую политическую риторику но все 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 эти обертки какие в них они главные задачи перед собой ставят прежде всего не не допустить катастрофы на фронте не допустить блэкаута в стране я думаю это ключевые задачи которые ну из которых проистекает и могут пристечь социальные потрясения и политические непрекрасно это понимают с другой стороны это стремление скажем удержать вот этот формат я бы это назвал политика исключения то есть когда из политиком и исключаются целый из общества исключаются целые электральные сегменты этих людей нет нет их их нет масс-медиа они запрещаются правдами неправдами тесняются все приводится к состоянию единого марафона запрещаются политические силы которые могли представлять ну и как мы видим и дело доходит и до конфессиональных запрещается допустим и делали и ведется к запрету пациент вот эта политика исключения но она я думаю будет продолжаться вопрос том чтобы удержать скажем чтобы не появилась не выросла какая бы то ни было альтернатива в этой ситуации очень боится потому что прекрасно понимает том что конкуренцию нормальную конкуренцию она уже не потянет а в этих условиях значит ключевая задача любой намек на конкуренцию необходимо исключить подавить зародыш какие точки опоры в этой модели управления главное в этой модели фиолетового профессионализм фиолетового какой там опыт важно чтобы все были собственно такая тройболистская как в странах африки у нас кумовская система вы сказали что курская операция для вооруженных сил украины изначально была неудачной силу не острой нехватки ресурса украины донбаска в направлении которые еще и не выполнили ни одной поставленной цели как вы думаете ситуация на фронте в целом ну и исход курской операции может повлиять на политическую стабильность в украине на управляемой ситуации первое я не я не сказал что изначально она была неудачной как рейдовая операция она была удачная она действительно рот шахматной доски это операция которая несколько перевернула представление о потенциале засу о том знаете когда немецкие танки рассекают по просторам курской области это производит впечатление как и на партнеров так и на российского обывателя и на украинскую аудиторию то есть но я считал я не военный эксперт это мое субъективное мнение вот из истории воин подобной ситуации дефицита ресурсов ну как минимум стоило подумать стоит ли там задерживаться возможно неделя-две его и отходить поскольку вес стратегическое значение того же покровска она несоизменимо выше это потеря покровска это потеря коксующегося угля это значит остановка черной металлогии это десятки тысяч работающих и вывозить за 3 9 земель коксующийся уголь ну разве что господин металл для бывший кривор стали сможет но для мединвеста я боюсь это будет уже накладным это значит миллионы людей останутся без собственно это не поступление но и самое главное это риск обвала фронта поскольку за покровском поля степь и никаких фортификационных линий да ну там могут сказать что еще конца не покровск не так цене нет покровский я считаю что он намного важнее нежели агдеевка нежели бах на мой взгляд и вот как раз здесь те 20 тысяч 25 тысяч наших войск которые сегодня в курска области могли бы оказаться очень весовым поспорим под крахово под покровском да туда перебросили уже в последних числах ауста 93 бригаду бригаду нацгвардии коротах механизированная 90 бригада это одно из элитных подразделений вооруженных сил украины но боюсь это поздно и мало каково как технологическое содержание нашего плана победы президент украины сказал что вот мы в сша привезен наш план победы и война вообще в этой осенью закончится что может быть в этом плане какое его технологическое и практическое содержание этого плана этим ну план 4 плюс 1 ну знаете все таки этой серии казаться а не быть ведь вспомним что требовал конгресс соединенных штатов америки когда решалась судьба денег для украины предоставление реалистичного плана ну вот я думаю что тот момент когда важно состыковать два этих документа поскольку как-то у команды байдена все туго идет но я думаю что все таки кроме ну допустим курск об этом же прямо президенту как это элемент плана разрешение на дальнобойные удары ну что и что еще по мне план экономических организационных военных решений но не 4 плюс один пункт этого плана веет все таки пиар технологии как ковар и реальная стратегия сегодня доступна для украины для того чтобы выйти из этого кризиса и новые руины которые формируются сегодня вокруг нас нашем пространстве что вы как технолог как вы видите эту ситуацию как можно из нее выйти с смех максимальными скажем так какими-то позитивами с минимальными негативами опять же хороших вариантов боюсь не остается понять это то что было до курской операции в чем допустим что кажется можно отдать должное президенту и лавкому попытки переломить ту тенденцию которую мы видели еще и до курска когда противник медленно но верно перемалывает нашу оборону ведь когда говорят об авдеевке забывай том что это был мощнейший укреп район который строили 10 лет и это не по не болевая фортификация это бетонные железобетонные укрепления правилам да 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 и россияне признают то что как говорится строя круг авдеевки строилась на совесть то есть это сильнейший укреп район но тем не менее перемололи дефицит дефицит людских ресурсов дефицит вооружения и применение противник нашел свою отмычку эти корректируемые авиабомбы но знаете будь ты хоть там трижды спецназовцем суперменом эти когда рядом закрывается 500 килограммовая бомба ну боеспособность теряется мягко если человек остается еще как говорится при руках и при ногах вот так вот вот это перевернуть шахматную доску но знаете история рассудит но мне кажется что изначальные намерения были таковы другое дело то что за нее ухватились вы видели в этом политические возможности это не сработало и более того теперь время играет с курском против нас поэтому я глубоко убежден но вы видите руслан в чем ситуация в чем проблемная ситуация если бы у нас было все более не менее нормально с ресурсами то можно было рассуждать о границах 91 года и как говорится может быть о чем-то больше не говоря уже там как некоторые мечтали о танках там на кремлевской ну под кремлем 500 миллиардная дыра в бюджете то есть по моему в комментариях не нуждается то есть это дефицит финансовых дефицит военных дефицит людских ресурсов станут определяющим начнем с денег поскольку конечно победу за деньги не купишь деньги не гарантируют победу но день отсутствие денег гарантирует поражение это надо понимать это надо смотреть не сквозь призму сентиментальной политики говорил бисмарк а для украины сейчас ключевая задача не допустить военной катастрофы то на что делает ставку кремль и не допустить естественно смуты в тулу обрушение тулу вот это и возможно тогда после ноября гипотетически но возможно поворотная точка и дамому могу сказать по моему мнению открывается новый этап этап финальной части войны поскольку смена политики белого дома плюс экономическая и военная импотенция европейских стран членов нато могут привести нас необходимости весьма тяжелых решений говорить прямо кому самому похабному миру который очень подавляющим большинство украинцев неба какими могут быть параметры этого похабного мира так пропала связь коллеги наберите еще один вопрос у меня буквально последний вопрос андрей какими могут быть параметры этого похабного мира или если если мы вы нам придется соглашаться на какой-то сценарий или какие какой должна быть стратегия выхода из этого кризиса есть и мы сможем еще управлять ситуацией ну и вот многие когда говорят о о стамбульских соглашениях их тоже идеализирует взять хотя бы там пункт деноцификации это верить идет не в не просто там а запрете азова там или там партии свобода речь идет о ревизии всего последнего десятилетия то есть признание того что майдан был государственным переворотом то есть а значит все что было после она ставится под сомнение под вопрос а то что сегодня лавров заговорил о защите права русскоязычных то есть вся идеологическая конструкция которая выстраивалась за последние 10 лет она рушится знаете я не фанат далеко не фанат того что делала наша власть в гуманитарной сфере но я прекрасно понимаю что это может привести последствиям которые уже были в истории украины назывался этот период руина да и президент сказал что такого ни в коем случае не будет что новые раю и руины он не допустит так вот может быть ну как говорится не не стоит усугублять в этой ситуации но к сожалению получается так что с одной стороны хотим приготовить обеда и палим хату ну а с другой стороны но это фактически даем корот бланш кремлю а для камера ключевая задача это осуществить геополитический разворот украины осуществить политическую перестройку украины как минимум да спасибо да прошу просто свой экран пропадает связь да я понимаю андрей спасибо большое друзья сегодня у меня в гостях был андрей золотарев в один из лучших политтехнологов украины пытались мы так прагматичные надо чуть цинично но всегда практично обсудить острые наши политизированные проблемы подписывайтесь пожалуйста на социальные сети андрея которые мы дадим описание к этому видео до свидания друзья до новых встреч если вам нравятся наши диалоги то не забыть не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал до свидания спасибо за просмотр друзья вы были на канале руслана бортника впереди нас ждут новые видео с интересными личностями